Гроза нарушителей, радость спасателей. На вооружение областной инспекции по маломерным судам поступило новейшее судно на воздушной подушке, по своим характеристикам не уступающее даже Бэтмобилю. Теперь патрулировать водные просторы, если понадобится приходить на помощь попавшим в беду южноуральцам, инспекторы смогут круглый год и при любой погоде. Возможности нового транспортного средства протестировала наша съемочная группа. Такое судно на воздушной подушке в распоряжении областной инспекции по маломерным судам поступило впервые. Гордости добавляет и то, что по спецзаказу МЧС подобных транспортных средств было изготовлено всего лишь 10. И теперь на одном из них охранять покой отдыхающих и задерживать нарушителей будут южноуральские инспекторы. Вне зависимости от погодных условий, вне зависимости от того, лёд встал, тонкий, нетонкий, толщина льда, снежного покрова, он может выходить на водную гладь. И второй плюс – возможность выхода, беспрепятственного выхода на любой берег. Пока водительские права получили только трое инспекторов. Для этого они две недели усердно изучали теорию и проходили практику. Говорят, первый раз, сев за руль нового для них транспорта, испытали бурю эмоций. «Своеобразные, конечно, чувства. Мы привыкли управлять маломерными судами. А тут, в общем-то, судно на воздушной подушке, которое и эксплуатируется по-другому, и требует всё-таки навыков вождения, потому что тут нет, допустим, такой системы, как тормоза. Это новое, но всё, как говорится, всему можно научиться. Это не космический корабль, всё поддаётся обучению». 8 метров в длину, почти 4 в ширину, 149 лошадиных сил под капотом и максимальная скорость – 70 км в час. Помимо водной глади, судно на воздушной подушке с лёгкостью покоряет болото. «Для привлечения внимания, или для того, чтобы остановить судно-нарушитель, потому что оно при патрулировании, тоже используется, имеется сигнальный, как говорящий, устройство сбыва, проблесковые маячки». Свидетелями первого тест-драйва стали рыбаки, решившие попытать удачу на Шершнёвском водохранилище. Кроме необычного зрелища, инспекторы подготовили для них и полезную информацию. «Уже осталось не так много времени до того времени, когда на лёд выходить уже будет нельзя. Поэтому не забывайте о своей безопасности, прежде чем выйти на лёд». Кстати, патрулировать водные просторы судно на воздушной подушке будет не только в черте города. При необходимости оно может быть транспортировано в любую точку Челябинской области.